кстати заявил что украинцы готовили боевых комаров как мы вообще могли напасть на страну которая управляет комарами самоубийство я бы за это понял что не бензия это не фамилия это степень идиотизма легкая степень идиотизма это бензия а когда вообще это не бензия некоторые из вас повторили свою излюбленную луковую манту если бы не россия мы бы не оказались там где оказались хочу в очередной раз напомнить вам мы бы не оказались там где оказались если вы в киеве 2014 году при прямом участие ряде ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот лидеры которого взял с первого дня курс на извращение истории вытеснения русского языка спровоцировали острый внутренний гражданский конфликт вообще-то это путин начала своего обманули а нам надо покаяться три единая святая русь что за бред вы несете посмотри интервью с и гановами и все в твоем мозгу станет на свои места пришли пошли родослав сикорский опровергает ложи и обвинение не бензи в совбезе оон глава польской дипломатии выступил с речью на пятничном заседании по украине по случаю второй годовщины российского вторжения вот вот интересное кино посол не бензи назвал киев клиентом запада на самом деле киев борется за независимость от кого-либо он говорил о криминальном киевском режиме на самом деле в украине есть демократический избранное правительство он назвал их нацистами ну президент украины еврей министр обороны мусульманин и никаких политических заключенных они не держат это очевидный факт не бензи заявил что украина погрязла в коррупции что ж алексей навальный документально подтвердил насколько честно и праведно его страна такого в мире нет я вас уверяю в мире нет у обычного полковника мвд по борьбе с коррупцией отдел возглавлявшего зашли 130 миллионов долларов наличными домом представьте причем когда его спросили откуда у него 130 миллионов долларов наличными домом он мне их подбросили причем здесь путин да причем здесь путин он что законы принимает сикорский опроверг обвинения российского посла в русофобии фобия и рациональный страх однако почти каждый день нам угрожают бывший президент рф медведев и путинские пропагандисты видениями ядерного уничтожения это не иррационально для них всех там одномоментно наступит судный день очень быстрый и тяжелый укрыться будет очень сложно жахнем обязательно жахнем но не сейчас жахнуть надо мне ну мы маньяки если в твоих руках есть какое-то оружие а я как бывший президент знаю что это такое ты должен быть готов в определенной ситуации к тому что у тебя не дрогнет рука его применить все время всех пугали вот вот завтра россия использует тактическое ядерное оружие завтра вот то использую нет послезавтра ну и что это просто страшилки для обывателя посол сказал что россия всегда отвечала только на агрессию что делали российские войска у ворот варшавы в августе 1920 года они были на экскурсионной поездке мы напали чтобы на нас потом не напали а почему сейчас на нас не нападают кто же нападет на ядерную державу думай черепом то есть не собирались нападать а базы нато просто так приближаются то есть хотели напасть в северной корее одна бомба и никто не нападает какой дурак к нам сунется то есть нам ничто не угрожало весь мир против нас если не мы-то нас бьем на опережение нет нацизму нет фашизму убить всех сравнять всех землей только по-человечески по-божески министр процитировал слова не бензи о том что война в украине это прокси война которую сша ведут против рф мой совет не попадайтесь в ловушку расставленную западом отведите войска к международной границе и избегайте западного заговора иронизировал сикорский мы многого не знаем не все так однозначно он также не согласился с утверждением что в 2014 году в украине произошел госпереворот и свержение законной власти янукович убил сотню соотечественников и был отстранен от должности демократически избранным парламентом в том числе однопартийцами януковича из партии региона но я прошу прощения но так было посол рф он заявил что россию невозможно победить никогда ни разу родослав сикорский напомнил что россия проиграла крымскую войну русско-японскую первую мировую варшавскую битву в афганистане и холодную войну но после каждой из этих неудач следовали реформы в истории россии поражение это всегда путь к реформам это очень важно понимать посол россии напомнил нам почему мы сопротивлялись советскому господству и почему украина сопротивляется ныне им не удалось подчинить нас тогда и не удастся сейчас у нас есть мощное оружие в виде шести байрактаров у нас есть два списанных ржавых корабля у нас есть четыре лодки 60 резиновых лодок это страшное оружие ну так вот канавах вот этой канаве которую они построят она пригодится да и в принципе вот все все что у нас есть для того чтобы мощно так сказать выступить оказывается для того чтобы дживелина стреляла точно нужна 3d карта а у нас она есть только на полигоне подо львовом потому что если она будет применять дживелина на донбассе точность выстрела будет ну минимальной соответственно американцы об этом знают и поэтому дживелины туда не поедут это самоубийство ритуальное самоубийство путинское самоубийство страны я не думаю что после всего что происходит что эта страна сохранится в том виде как она есть на что рассчитывал путин вон что доверял людям которому сообщали что украина в основном украина готова отпраздновать вместе 9 мая они пытаются повторить опыт видимо второй мировой войны когда маршал жоков не считался тоже с людьми когда это ты знаешь и ты видишь что это снова повторяется и рассчитывают на то что это будет победа победы не будет будет расплата за развязанную войну